В Ульяновской области прошло заседание коллегии Министерства экономического развития и промышленности. Участники встречи обсудили итоги экономического года 2021 и задачи на будущее. По словам губернатора Алексея Русских, в условиях меняющегося мира нам предстоит сохранить финансовую устойчивость Ульяновской области. Первое и самое главное – выполнение всех социальных обязательств перед нашими земляками. Это заработная плата, система социальной помощи, медикаменты и так далее. Вторая задача – Ульяновская область – это традиционно промышленный регион с высокой долей обрабатывающих производств. Поэтому необходимо обеспечить стабильную работу системы образующих предприятий авиа, авто, приборов, станкостроительных отраслей. Среди других задач, поставленных губернатором Министерства экономического развития – постоянный контакт с малым бизнесом, реализация продуманной инвестиционной политики, поиск новых партнеров в рамках евразийской интеграции. Надо понимать, что в условиях новых санкционных режимов будут инициированы федеральные проекты, направленные на высокотехнологическое импортозамещение. Убежден, что ульяновские инновационные предприятия, университеты и лаборатории вполне конкурентоспособны. По словам депутата Госдумы Владимира Кононова, Главное, на чем сегодня должна сосредоточиться региональная экономическая политика – это поддержание финансовой экономической стабильности ульяновской области. Даже в самых сложных условиях мы должны продолжать работать как единая команда – предприятия, региональная власть и федеральные депутаты. Все наши усилия должны быть направлены на организацию полноценного финансирования хозяйственной жизни региона и, конечно, на заботу о благополучии жителей области. Что касается итогов года, Ульяновская область показала заметный рост в сфере промышленности. Индекс промышленного производства в 2021 году составил 113,5%. Все показатели национальных проектов выполнены в полном объеме. Центральный показатель национального проекта малосреднепредпринимательства – это численность занятых в сфере МСП – составила 188 тысяч человек. Это значительное превышение от плановых значений показателей по итогам 2021 года. Кроме этого, другие статистические показатели также показывают положительный результат. Я, прежде всего, говорю о росте заработной платы на территории региона. В регионе также увеличился внешний торговый оборот. Общий объем экспорта из Ульяновской области составил более 550 миллионов долларов США. В 2022 году в условиях меняющейся экономической ситуации регион будет заниматься привлечением инвестиций. В 2022-2023 годах общий объем финансирования на создание инженера инфраструктуры должен заставить более 3,5 миллиардов рублей. На заседании коллегии также наградили победителей конкурса «Инженеры года». Одним из них стала Татьяна Шарапова. Конечно, очень важно разбираться в области обеспечения радиационной безопасности, идти в ногу со временем и со всей развивающейся инфраструктурой нашего города. Один из проектов сейчас, которым я занимаюсь, это соответствие международным европейским стандартам при обеспечении радиационной безопасности в нашем радиологическом центре. В современных условиях регион ставит перед собой задачу сохранить стабильную работу промышленных предприятий и занятость населения. Будут разработаны меры поддержки предприятий. Экспортерам помогут освоить новые рынки. Бизнесу окажут всестороннюю поддержку.